Трудовые будни химико-технологического Обновление лабораторной базы, замена устаревшего оборудования на современные Сегодня составляем программу аспиранта Что это такое? Будет целевая помощь аспиранту Не только на поездку, на конференцию А на покупку материала, на покупку литературы И если эта помощь действительно будет та, о которой мы мечтаем Естественно, что аспиранты будут вовремя защищаться Почему? Потому что аспирант не может быть много лет в аспирантуре То есть мы положены обучиться свой строк, представить диссертацию, защитить Будущее – это те базовые специальности, которые у нас есть То есть это технологические специальности и механические Химия в жизни человека – это все Химия – это перспектива И нельзя остановить никакими изменениями развития химической науки В природе все изменяется, и все это связано с химической наукой Поэтому базовые специальности, те, которые у нас есть Например, технологии органических веществ Это специальность на тысячелетия Почему? Потому что все явления, которые происходят в природе, они связаны с органическими веществами Разнообразие специальностей в УГХТУ всегда привлекало абитуриентов Спектр направлений станет еще шире Университет готовит пакет лицензионных документов на открытие в 2001 году Специальностей в области виноделия и технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий В перспективе мы планируем организовать ряд новых факультетов Это факультет для пищевых технологий, факультет компьютерных технологий, факультет легкой промышленности и может быть еще ряд других факультетов Планируем открытие новых специальностей по легкой промышленности Это технология хлебобулочных изделий и концентратов, технология бродильных производств и виноделия Планируем также открывать и ряд новых специальностей в области пищевых технологий При этом мы не забываем, что все-таки наш вуз единственный специализированный вуз на Украине. Самые мощные научно-педагогические школы у нас связаны с химической технологией. И, конечно, эти школы будут в дальнейшем развиваться. Что касается развития науки, то планируется сконцентрировать усилия научных школ на развитии фундаментальных и прикладных исследований. Уделяется внимание созданию реальных условий для эффективного использования научного потенциала путем развития инновационно-предпринимательской деятельности. Отдел внешнеэкономических связей активно работает по налаживанию связей с западными университетами, их научными подразделениями и школами для повышения мобильности студентов, преподавателей и научных работников путем обмена и стажировок. Мы направляем свои усилия для того, чтобы эта наука не была нашей внутренней наукой, а была интернациональной. А это значит, что наша наука будет на самом высочайшем уровне. У нас развивается направление по линии Тенпиус-Тасис. В настоящее время находится несколько проектов на рассмотрении. Я думаю, что какой-то из этих проектов будет принят. Другие совсем свежие работы, которые прошла у нас по линии УНТЦ, тоже самое международные организации, это по длительным источникам тока. Кстати говоря, по линии УНТЦ это уже не первая программа, это уже третья программа. И здесь работает доктор Шенбель, работает в этом направлении уже давно и очень успешно. Продолжение следует...